На этой неделе одним из основных ньюсмейкеров стал Следственный комитет. Как стало известно, Следственный комитет передал уголовное дело Геннадия Кузьмичева в суд. Так что, что теперь грозит бывшему председателю таможенного комитета и другу-соратнику Шевчука, я думаю, что мы узнаем совсем скоро. Итак, напомним еще раз. Геннадий Кузьмичев обвиняется в организации контрабандной схемы. Сергей Монтолуц по этому же делу уже отбывает наказание. Давайте посмотрим небольшой сюжет на эту тему. Кузьмичев вернулся на родину в конце июля. Бывший министр внутренних дел, экс-глава Государственного таможенного комитета, главный фигурант уголовного дела по факту контрабанд. Об откатах и взятках в миллионы долларов следователям еще в январе 2017 года рассказывал Сергей Монтолуцца, приближенный Кузьмичева, борец с контрабандой, который сам стал контрабандистом. За деньги через пункт пропуска Первомайск таможенники Кузьмичева сквозняком без оформления пропускали фуры с крупными партиями сигарет, элитного алкоголя, мяса и не только. В зависимости от объема суммы были расчеты в пределах от 50 до 250 тысяч долларов в месяц. У них были, так скажем, этапы становления. В этот момент шел этап становления. Они поэтапно развивали свою деятельность, соответственно, сумма росла. Начинали мы с одной, вырастали с другой. Денежные средства я получал либо в городе, либо вороны их там получал. Я их передавал не на южную. Сергей Монтолуцца, по его же собственным словам, был курьером Кузьмичева. Одно время именно он, начальник отдела по борьбе с контрабандой, собирал с предпринимателей дань за незаконные преференции. На этой схеме команда Кузьмичева отмыла миллионы. Мимо бюджета прошли 14 миллионов рублей. Теперь экс-кандидат в президенты Геннадий Кузьмичев ответит по закону. Следственный комитет направил материалы дела в суд. Монтолуцца по решению суда уже отбывает наказание 10 лет строгого режима. В материалах дела Кузьмичева фигурирует имя Шевчука. Это одно из его шести уголовных дел.